Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Как проводится модернизация самарских школ? Что делается для развития дошкольного образования в Самаре? Какие новые общественные пространства появятся в столице губернии? В нашей студии заместитель председателя Думы городского округа Самары Сергей Рязанов и председатель комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политики, туризму, физической культуре и спорту Думы городского округа Самары Вячеслав Звягинцев. Сергей Владимирович, Вячеслав Сергеевич, здравствуйте. Спасибо, что нашли время и пришли в нашу студию. Ну и я предлагаю начать, наверное, с одного из важнейших вопросов. Недавно совсем мы праздновали День Учителя, поздравляли наших учителей. Предлагаю начать беседу с важнейшей темы. Что происходит в городской системе образования? Как идет модернизация самарских школ? Процесс начался давно. Да, действительно, вы правы. Буквально несколько дней назад был и Российский, и Международный День Учителя. Он совпал в один день, это 5 октября. Я, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех педагогов, всех преподавателей нашего городского округа Самара, потому что это действительно энтузиасты, это действительно люди, которые пришли в профессию по призванию. И, наверное, это вот видно всегда, какой учитель, да, и какие у него ученики. В это же время у нас был и День дошкольного работника, это было в сентябре. Буквально вчера у нас был День работников дополнительного образования. Опять же, да, благодаря, вот благодаря сегодняшней нашей своей встрече хочется поблагодарить и этих людей, потому что это очень такая чувствительная зона, потому что приходят первый раз маленькие дети в детский сад, приходят дети в дополнительное образование, где-то, может быть, уже в дальнейшем получат и свою профессию, да, изначально закладывают ее, конечно же, родители и педагоги в том числе, к которым попадают наши дети. Школы и образовательные организации, мы продолжаем работать над тем, чтобы они были в хорошем современном виде, в современном состоянии. Наши направления традиционные, это пищеблоки, это школьные столовые, в этом году тоже эта работа была продолжена, в больших школах, в нескольких школах. Далее, уже на протяжении, вот второй год мы говорим о том, что необходимо ремонтировать и школьные спортзалы. То есть на сегодняшний день эта работа тоже ведется. И у нас уже есть ряд примеров, где полностью отремонтированы в школах спортивные залы. Что такое для школы спортивный зал? Это вот то ядро, в котором занимаются дети, школьники физкультурой, учреждения, опять же, дополнительного образования, спортивные школы секциями. Та же школа проводит спортивные клубы, проводятся районные, городские соревнования, внутришкольные соревнования. Проводятся, ну скажем так, как у нас раньше был, песни строй и выправки такой, да, конкурс ежегодный. Да, и сейчас это тоже есть. Юноармейские отряды у нас там занимаются, поэтому это место притяжения, просто не только спортивного, но и военно-патриотического. Далее, нам очень отрадно, что второй год уже, вот тоже у нас такая была проблема, и мы ее озвучивали, и департамент образования пошел навстречу, что закладывается ремонт спортивных площадок на территории школ. Эта работа была давно начата, я имею в виду строительство школьных спортивных площадок. Она продолжается, в этом году у нас появилось четыре новые спортивные площадки на территориях образовательных организаций в городе. Но и сейчас вот те площадки, которые были построены там 10 лет назад и более, они реконструируются, они ремонтируются, они капитально ремонтируются, и эта работа будет продолжена. Ну и, конечно же, это текущие ремонты, это крыши, это коммуникации. К этому мы относимся с очень большим таким трепетом и волнением, и совместные наши комитеты, социальный комитет, комитет по строительству фракции «Единая Россия» в Доме городского округа Самара. Мы постоянно выезжаем и смотрим за качеством работ, за сроками выполнения работ, ну и, конечно же, смотрим на те объекты, которые необходимо в будущем тоже взять в работу. Я, кстати, знаете, вот что отмечу, ведь школа как бы это такой центр культуры, если говорить, и центр, ну, такого притяжения окрестных жителей, это еще важно, почему, вот простой пример приведу, который вот сам лично знаю. 65-я школа, рядом с ней построен как раз уличный спортивный комплекс, и это центр притяжения для всех окрестных жителей, потому что туда очень хорошо приходить, там очень хорошо, туда прийти можно позаниматься, там красиво, культурно, и там есть все, что необходимо. То есть, как бы, ну, другая жизнь начинается вот в микрорайоне, что называется, это очень здорово. Ну, и на базе этих площадок, школьных площадок, у нас еще работают тренеры по месту жительства, которые есть в каждом районе, и мы говорим об этом. Есть расписание этих площадок, да, и там, где появляется новая площадка, действительно, ну, как бы, бурлить начинает вот спортивная жизнь, микрорайон в том числе, да. И ребята там занимаются, ну, с утра до вечера практически. Да, да. Вот, кстати, еще один важный вопрос, это развитие дошкольного образования. Вы сказали, как раз об этом начали говорить. Что делается, что происходит? Ну, у нас построен сейчас еще, построен сейчас еще один новый детский сад на проспекте Кирова. Это детский сад современный на 240 мест, 80 из которых это для дошкольников, то есть это детки до трех лет. И на сегодняшний день, например, комиссия, которая работает по распределению мест в дошкольных образовательных учреждениях в департаменте образования, проводит свою работу, если раньше она проводила работу, там, раз в месяц, там, раз в два-три месяца, то сейчас это проходит два-три раза в месяц для того, чтобы постоянно вот те запросы, которые у нас есть, реализовывать в те места, которые нужны родителям, на которые они претендуют. И на сегодняшний день мы констатируем о том, что очереди в детский сад, актуальной очереди, нужно понимать, да, ее нет. То есть есть желание перевестись в другой детский сад, да, есть желание, например, там, может быть, ну, посмотреть ближе к дому детский сад и так дальше. Но места на сегодняшний день в детских садах и в дошкольных образовательных организациях, они есть. Ну, это вообще большое дело, потому что я очень хорошо помню ситуацию, так, ну, лет 10-15 назад. И это, да, это действительно была проблема, и очень хорошо, что ее решили на самом деле. Я предлагаю сейчас сделать паузу, давайте посмотрим сюжет и затем продолжим нашу беседу. Поговорим уже немножко о другой теме, о развитии, ну, скажем так, общественных пространств, как они меняются, как они меняют наш город. Давайте посмотрим сюжет. Памятник Алексею Толстому открыт! Автор «Золотого ключика» поселился в новом для Самары месте – литературном сквере, который также открыли ко дню города. Это интерактивное пространство, где можно услышать голос писателя, послушать говорящий букварь и поговорить с героями произведений. Нам важно чтить эту память, нам важно нашему молодому поколению ее показывать, рассказывать, вовлекать. И вот такой сквер – это еще один шаг к тому, чтобы мы эту память чтили по-настоящему. Уверен, что таких пространств у нас будет появляться много. Алексей Николаевич родился и вырос в Самаре, и даже покинув город, часто приезжал сюда. Самара описана во многих произведениях писателя. Толстой известен не только как создатель Буратино и автор романа «Хождение по мукам», но и патриот своей родины – соавтор речи Молотова 22 июня 1941 года. Талант Алексея Толстого вырос здесь, на Самарской земле. От имени всех потомков Алексея Толстого я не могу не поблагодарить всех тех, кто так или иначе принимал участие в этом проекте. Правнук Алексея Николаевича Никита Толстой рассказывает – в Самаре уже бывал, но впервые осенью. Вместе с семьей гостит на улице Куйбышева и наслаждается прогулками по городу, как когда-то его знаменитый предок. У нас очень большая семья. Я у отца, допустим, шестой ребенок для понимания. Если взять все последние поколения, будет у нас человек 50-70. И мало есть поводов, которые нас объединяют. Могут объединить семью или вот так вот внезапно свести в одну точку. И это некоторое чудо. Вот для нас ощущается как чудо, что мы одновременно смогли встать в ряд четыре поколения людей, которые живут в разных городах. По-моему, это замечательно. Памятник и литературный сквер расположились возле музея-усадьбы Алексея Толстого рядом с домом по улице Фрунзе, 155. Ну, вот приятно было посмотреть, на самом деле, новое общественное пространство. Литературный сквер открылся, по сути дела, потому что, ну, Самара и Алексей Толстой, это, в общем, во многом синонимы. Вот как шла эта работа и что будет делаться дальше? Ну, мы помним все с вами эту площадку, заброшенная автостоянка в центре города. И буквально за несколько месяцев, в очень короткие сроки, и хотел бы отметить за внебюджетные деньги, за что отдельное спасибо Российскому войноисторическому обществу, которое подарило нам этот сквер к дню города. Сквер, мы как жители видим, насколько он пользуется популярностью. Там постоянно находятся люди, дети, и сам сквер, он носит и познавательный характер. Там есть произведение Алексея Николаевича Толстого, которое мы можем прослушать под торшером, нажав определенную кнопку, мы слышим текст, мы слышим говорящие вот эти вот скульптурные композиции. Это тоже применено очень редко, и у нас в Самаре это появилось, именно когда можно услышать голос, услышать текст, прочитать. И сам по себе этот сквер, он очень комфортный. Там постоянно находятся люди, и когда у нас открылось такое вот пространство в центре города, пользуются очень большой популярностью, и используются многие архитектурные, очень интересные решения, красивые, и с торшером, и с кристаллами, где мы видим произведения Алексея Николаевича Толстого. Поэтому это привлекает, и я очень рад, что у нас появился в центре города, именно в той туристической части с усадьбой Алексея Николаевича Толстого, с костел, напротив находится музей Рязаново у нас. Именно для туристов, это вот такой культурный кластер, который рядом расположен, у нас появился на улице Фрунзе. Центр заиграл новыми красками, хочу сказать. Вы посмотрите, как интересно получилось, да, если мы возьмем улицу Фрунзе, с одной стороны это улица Ленинградская, которая ее пересекает, да, перпендикулярно, дальше мы идем, вот сквер Толстого, напротив сквер Рязаново, чуть далее сквер Аксакова, новый тоже, да, недавно сделанный, построенный, и чуть дальше у нас Пушкинский сквер, да, за театром. Вот по одной улице вот такая вот, ну, своеобразная, может быть, еще одна пешеходная зона для туристов. Ну, я уже не говорю о тех памятниках, которые есть на улице Фрунзе, в принципе, уже такие давно-давно являющиеся символами города. Ну, с вами рядом видим, да, там, скульптуру Буратино, посещение музея, возможно, у нас есть там костел, рядом пешеходная наша всеми любимая улица Ленинградская, которая, да, сейчас освобождена от потреб рынка, которые там находились. Мы с вами помним все эти истории, когда был рынок, потом. Отлично. Совсем недавно даже стояли какие-то вот эти ларьки, но, мое мнение, улица пешеходная, она должна быть пешеходной. Она должна быть комфортной, доступной для всех граждан. И она должна быть веселая, кстати. Вот сейчас она веселая, именно когда по ней идешь, настроение улучшается, я заметил, вот этот есть момент. Ну, планируется реконструкция, все равно ее нужно приводить в порядок, сейчас поправлять вот эти вот гранитные основания, приводить в порядок, и в ближайшее время реконструкция улицы Ленинградской у нас она также запланирована, я думаю, она заиграет еще более яркими красками в дальнейшем. Вот это интересная информация. А какие еще, ну скажем так, что еще планируется в плане развития общественных пространств Самаря? Хотел бы отметить, у нас впереди в 2025 году юбилейный год, год нашей великой победы, 80 лет. И в этом году у нас есть сквер, сквер, который находится на пересечении улицы Гагарина и 22-го партиезно. Раньше там было кафе, автомойки, к счастью, все это убрали. Помню, помню. Да, теперь эта территория официально стоит у нас на кадастре, как сквер. И в этом году там... И ничего кроме сквера там быть не может. Однозначно. И я очень рад, что мы документально это все подтвердили, и теперь у нас никто не сможет туда зайти своими хотелками. Именно будет как сквер, и в этом году уже у нас там, значит, работы по его приведению в порядок. То есть будут и тротуары, озеленение. То есть в этом году больше 16,5 миллионов у нас выделено на этот сквер. Это тоже приурочено 80-летию нашей великой победы. Ну, также у нас и в других общественных пространствах, это и парк победы, где также ведутся... И, конечно, работала на войну. ...нашим жителям. В советском районе, да, у нас автомобилисты, шоферы оказывали очень существенный вклад в победу, которую мы будем отмечать с вами в 2025 году. Я предлагаю сейчас посмотреть еще один сюжет. Он касается тоже общественного пространства. Это уже, ну, знаменитая дача или дом со слонами, который, в общем-то, тоже очень хорошо... Дача Головкина. Да, дача купца Головкина, который очень хорошо, что заиграл новыми красками. Наконец-то мы дождались. Давайте посмотрим. Уникальный памятник – жемчужина Модерна. Один из архитектурных символов Самары. В столице региона открыли после реставрации дом со слонами – бывшую дачу купца Константина Головкина. Здание появилось на берегу Волги в начале 20 века. В проектировании и строительстве участвовал сам Константин Головкин – художник, архитектор, просветитель, путешественник и меценат. В этом доме у него была лаборатория с мастерской, а из башни он любил наблюдать в телескоп за звездами. С начала 90-х годов прошлого века дом был заброшен. Реставрация началась в 2020 году по инициативе депутата Госдумы Александра Хинштейна. Сегодня здание является памятником архитектуры, объектом культурного наследия России. Дом со слонами снова открыл свои двери для жителей и гостей Самары. Я всех поздравляю с сегодняшним днем. Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в воссоздании этого объекта. Конечно же, архитекторов, строителей, реставраторов, которые своим трудом этот объект восстановили. Поблагодарить Александра Хинштейна, который принял это решение, взвалил на себя такую очень серьезную ношу и очень достойно ее провел, благодаря ему у нас этот объект появился в таком качестве, в таком статусе. И, конечно же, хотел бы пригласить всех жителей сюда приходить, изучать нашу историю, изучать нашу культуру. В здании теперь будет музей и центр креативных индустрий Самарского государственного технического университета для молодых дизайнеров и архитекторов Архслон. Уважаемые гости, долго мы ждали, потому что, на самом деле, для Самары это такой, ну, как бы, значимый объект. Его помнят, особенно старожилы, и, наконец-то, вот он вернулся к нам. Его помнят, знают, и мы сейчас видим, он какой пользуется популярностью. Там постоянно находятся люди, приезжают на экскурсию. Три дня в неделю минимум, это у нас возможность посещения. Посещение и самой территории дачи Головкина, и непосредственно самой дачи, где расположились нам, в том числе, есть картину написал, который Константин Павлович. Автомобиль, он был автомобилистом, мы с вами знаем, и первый автомобиль был у Константина Павловича Головкина. Макета его также расположена внутри. Работа долгая, я искренне рад, потому что это сделано в рамках партийного проекта «Единая Россия. Историческая память». На протяжении нескольких лет он восстанавливался, был сложно, и дачи сейчас имеют вот именно тот вид, который был у нас историческим. У нас не только жители, но и туристы, которые приезжают на пароходах, кораблях, на катерах, кто у нас идут по воде, видят это уникальное здание, именно дачу со слонами, этих слонов, которые многие вспоминают из детства, когда они были. Но, к сожалению, да, мы могли потерять эту дачу, и сейчас вот в рамках проекта она восстановлена. Я считаю, таких пространств в городе должно быть максимально. Это такая точка притяжения, знаковый объект, вот эти вот территории, мы с вами говорили, литературном сквере, и о даче Головкина. Ну, самое отрадное, и там будут заниматься наши молодые архитекторы, будут проводить занятия, и для нашей молодежи, для молодых архитекторов, я думаю, это будет такой точкой тоже вдохновения в таком месте, в таком здании. У нас есть возможность заниматься, и сейчас Самарский политех там уже начинает проводить у нас занятия. А вот ваша оценка в целом, вот как у нас развивается комфортная городская среда, вот эта программа в городе? Если взять ярких объектов, которые мы сейчас назвали, которые уже были открыты, в целом у нас на каждой дворовой территории, мы сейчас видим, продолжается работа по благоустройству. Комфортная городская среда, ну, в чем она заключается? Именно в комфорте проживания жителей. В комфорте, в доступности, это и асфальтовые покрытия, и озеленение. Озеленение – это отдельная тема, на которую мы можем заакцентировать в дальнейшем своим вниманием, это она необходима, и мы с депутатами очень трепетно относились к улице Кубишева, когда у нас велась в этом году реконструкция, и мы, к счастью, видим то, что деревья у нас, как обещали, они высажены. И именно город мы хотим с вами видеть зеленым, комфортным, когда все равно в летний период у нас город нагревается, и температурные вот эти режимы мы должны сделать какой-то определенный каркас на весь город. Некоторые деревья нам требуют замены, да, там, ну, каждое дерево, там, как все имеет свою жизнь, то есть определенные там реновации, именно пересадками деревьев и озеленения должны с вами по максимуму заниматься на наших улицах. Мне очень отрадно, что во всех этих территориях сейчас очень много наших жителей, они постоянно там находятся, на этих территориях, вот, общественных пространств, вы посмотрите, да, и на улице Авроры, там уже подзабыли, это тоже было сделано. А ведь когда-то там было совсем все по-другому, совсем по-другому. И сейчас, если мы проезжаем или проходим, или сами приходим туда, я вот частенько сам прохожусь по таким вот территориям, да, по скверам по нашим, и очень много вижу там самарцев, которые сидят, отдыхают с детьми, с внуками. Понимаете, это очень отрадно, и это очень хорошо. Мы с вами еще, да, и хотел бы дополнить, у нас знаковый такой, был открыт объект, это фабрика кухни с садом Баланса, который рядом находится, где также можно и культурно посетить нашу филиал Третьяковской галереи и пройтись по саду. Отдельное спасибо нашему депутату Александру Евсеевичу Кенштейну, да, который максимум вложил сил, времени, средств в эти знаковые проекты, которые для города, для нас, они действительно очень знаковые. Мы все ждали, очень ждали открытия Третьей Ковки, и наконец-то это свершилось. Теперь у нас филиал Третьей Ковки есть на территории городского Кусамара. Но это вот именно те общественные пространства, и каждый из них, он ярок. И результатом работы, как Вячеслав Сергеевич уже как бы сказал, это мы видим по жителям. Если был бы объект неинтересен, нормальный, никто бы его не посещал. Никого ты не застанешь, конечно. Кстати, есть еще один очень интересный объект, это парк молодежный, между прочим, который вот, ну, он, насколько я знаю, продолжается там работа. Это тоже очень важный объект, очень яркий. Вот, ну, пожалуй, наверное, времени у нас сейчас хватит. Я предлагаю посмотреть сюжет. Он как раз касается парка молодежной. Очень люблю, сам там часто бываю. Доступность общественных пространств для маломобильных граждан. Главный вопрос выездного мероприятия Общественного совета, Молодежного парламента и Совета по инклюзии при Самарской думе. Депутаты и активисты проверили, насколько парки Молодежный и Воронежские озера доступны для инвалидов. Особое внимание уделили общественным туалетам, пантусам, поручням и другим важным условиям для маломобильных граждан. Эти мелочи связаны с тем, что маломобильные группы населений, в общем-то, являясь жителями города Самары, не являются полноправными владельцами пространств Самары, потому что они не могут воспользоваться теми пространствами, которые отремонтированы. В конце выездного мероприятия были составлены рекомендации по улучшению условий для инвалидов в отремонтированных парках. Вот просто очень хотел показать, потому что, на самом деле, там часто бываю, и уверен, когда все будет закончено, там будет еще лучше. А сейчас предлагаю поговорить о других темах. Нам предстоят два важных события. Первое – это парад памяти. Вот как идет подготовка и какие сюрпризы предстоят? – Парад памяти у нас стал уже традиционным. Все начиналось с нашей Самарской области. Сейчас он уже носит международный формат. У нас приезжают делегации из разных городов. И это стало очень почетно. В этом году у нас такая очень интересная история. Будет один из участников, который был совсем юный, юно-армейцем. Проходил по нашей площади Куйбышева. А потом мы его увидели на Поклонной горе, когда он стал уже такой медийной личностью. Это Герой России. – Иван Жарский. – Иван Жарский, да, который… – Если я правильно помню. – Да, к нему подходит. Он так интересно рассказывает. Зовут меня Иван. Когда ему задают вопрос про подвиги. – Он очень скромно говорит о нам. – Служил писарем в штабе, на самом деле. Он совершил героические поступки, за что он был награжден высшей наградой. – Насколько я помню, Леопард сжег. – Он Леопард, Брэндли, большое количество техники. Он управлял этими всеми птурами по уничтожению. И получил звание Героя Российской Федерации. И в этом году вот этот скромный парень, Иван Жарский, который приедет к нам 7 ноября на парад памяти. И как когда-то несколько лет назад уже не в строю, будет принимать в нем участие. Вот такие вот интересные истории у нас, они связаны. То есть молодежь, патриоты потом… – Может быть, и расскажет о своих впечатлениях, которые были тогда, которые есть сейчас, например, да? – Да, об этом он скромно как бы рассказывает. Но вот именно те ребята молодые, которые проходят у нас по площади Куйбышева, совершают в дальнейшем геройские поступки. И хотелось бы отметить, у нас проходили при проведении специальной военной операции. Также участники, многие сейчас защищают интересы нашей Родины, для того, чтобы мы могли быть свободными. У нас было право выбора, право учиться, мы с вами о детях говорим. А именно сейчас мы защищаем эти интересы, интересы прежде всего наших детей и будущих поколений, сохранения той культуры, того единения, которое есть у нас в России. – Всей нашей страны. – Согласен. И второе событие – это 9 мая, 80 лет победы. Подготовка началась, я правильно понимаю, к Параду? – Ну, однозначно. Мы с вами там сказали уже о скверах, о парках, но это вся работа, которую будет вести. К сожалению, у нас ветеранов каждый год становится меньше и меньше. – Да, объясненный процесс. – Да, им, я считаю, надо уделять особое внимание, чем мы и занимаемся, и депутаты, и по партийной линии. Это именно и комфортное проживание, и истории. Многие из них даже, несмотря на свой преклонный возраст, у нас часто общаются с молодежью, рассказывают фотографии, истории, которые… Есть она в жизни, она действительно правдивая, открытая. Хотел бы еще отметить у нас, впереди с вами 20 октября, День отцов. Это официальный праздник, который также президент у нас утвердил. Вот именно та связь отцов, сыновей, поколений будет отмечаться у нас 20 октября. И я думаю, у нас в городе появятся и аллеи отцов, высадка деревьев, как всегда говорят, что же должен отец мужчины сделать, да, там построить дом. – Роль мужчины и отца, ее нужно всегда поднимать. Вот, я думаю, мы все тут всегда… – Ну, впереди у нас у 20 октября будет такой праздник. Поздравьте всех своих отцов. – Обязательно. – Уделите им внимание, да, там, в возрасте это очень важно. – Отцов и отцов-отцов, дедов, прадедов, если у кого есть, или хотя бы вспомните о тех, кто был мужчинами в роду. – Уважаемые гости, время программы, к сожалению, подошло к концу. Большое спасибо за интересную, насыщенную беседу. Обязательно увидимся с вами на мероприятиях, обязательно увидимся в этой студии, потому что, ну, на самом деле, вы делаете большое дело, и об этом нужно рассказывать. Спасибо. – Спасибо, спасибо. – Напоминаю, в нашей студии были заместитель председателя Думы городского округа Самара Сергей Рязанов и председатель Комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуры и спорту Думы городского округа Самара Вячеслав Звягинцев. Всем доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова